Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о зубрах что мы знаем о них многие слышали видели зубров и скажут что это большой дикий бык и окажутся правы ест траву ну пожалуй все не так уж и много а хотелось бы больше мне кажется о таком животном нужно узнать побольше информации и мы постараемся вам в этом помочь поехали зубр или европейский зубр это вид порнокопытных млекопитающих рода бизонов подсемейства бычьих семейства полорогих да зубар относится к роду бизонов который появился в конце третичного периода в плеоцене в юго-восточной азии доисторическим прародителем европейских зубров и американских бизонов был гигантский бизон его параметрам позавидовал бы любой современный бык рост доходил до двух с половиной метров в холке а вес до двух тонн куда же делась вся эта громадная масса рогов и копыт если тогда ее никто не мог съесть все просто во время последнего ледникового периода кормовая база уменьшилась растительности стало значительно меньше и чтобы прокормиться пришлось уменьшиться и самим бизоном но совсем уменьшиться не получилось зубр является самым тяжелым и крупным наземным млекопитающим европы ведь зубр это зубр животное называют властелином леса ведь она обладает огромной силой мощью и величием и в наши дни он таки не маленький у животного огромные размеры весит он иногда более одной тонны высота в холке или рост около метра восьмидесяти длина тела превышает два с половиной метра самцы всегда больше самок у них массивное спереди тело а спина и шея объединены небольшим горбом небольшая задняя часть кажется сжатой скажем по-другому талия стройная а грудь у него широкая и покрыта длинной шерстью с хвостом у зубра тоже все в порядке длина достигает 80 сантиметров и оканчивается большим пучком волос передние ноги короче задних но все четыре довольно таки длинные и мощные что придает ему своеобразную грациозность многие считают что из-за своей большой весовой категории и громадных размеров зубры неповоротливые и медлительные существа это мнение сразу же опровергаются теми кто видел его в ярости или напуганным и не дай бог напуганным в ярости зубр проявляет большую подвижность и быстроту довольно быстро бегает хоть и не долго и когда есть необходимость несут стройные зубриные ноги его не скромную тушку с приличной скоростью и если будет высокая преграда он ее перепрыгнет несмотря на приличный вес только вы его и видели без учета рогов и копыт зубр полностью покрыт густой шерстью и только середина верхней губы и передний край ноздрей голые зимняя краска темнее кроме того зимняя шерсть длиннее гуще и более кудрявая чем летняя раскраска шерсти у взрослых особей темно-коричневая немного светлее на груди и голове волосяной покров молодых животных отливает красным кожа покрыта коротким густым подшерстком он не пропускает влагу и сохраняет тепло а любители отпускать бороду оценят ее у зубра у некоторых его представителей она не последнего размера небольшие ушки скрыты шерстью но слышат они хорошо да и обоняние тоже на высоте а вот зрение уступает этим параметрам но зато какие у этого плохого зрения глаза просто загляденье обрамленные длинными ресницами слегка выпуклые с черной радужкой а кому не нравится зубр вам покажет свой необычный синий сиреневый язык а рядом с языком как у человека расположены 32 зуба и вот этими-то зубами в отличие от прямоходящего он поглощает исключительно растительную пищу и это не только травушка-муравушка по мнению ученых в рацион питания зубра входит до четырех сотен видов различных пищевых объектов растительного происхождения зубры поедают как кору деревьев так и молодые побеги а также листья в рацион питания также входят различные кустарники а также лишайники рацион питания зубров зависит также от условий обитания а также от сезона в летний период зубры в основном питаются зеленью а также плодами некоторых растений ближе к осени они переходят на питание грибами ягодами желудями и какие зубры бы не были могучими здоровяками они являются достаточно спокойными и миролюбимыми существами поэтому практически не проявляют немотивированной агрессии просто так животное не станет бросаться на человека подпуская его на близкое расстояние если животные не чувствуют опасности то таковать не станут но в случае опасности если необходимо защитить себя а тем более свое потомство зубры становятся достаточно агрессивными животными если животное обеспокоено оно начинает издавать звуки в виде фырканье также свое недовольство зубры выражают покачиванием головы нападая на потенциального врага зубр разгоняется и старается нанести удары своей массивной головой вооруженной мощными рогами инстинкт самосохранения этих млекопитающих находится на высоком уровне так что увидев зубров их теленка я бы лучше не гладил дожидаясь покачивания и фырканье его родители а шел бы дальше собирать грибы и ягоды повстречав на своем пути опасную преграду зубры стараются ее обойти это животные которые предпочитают обитать составе групп численность которых может составлять несколько единиц или несколько десятков особей как правило основу любого стада представляют самки а также молодняк при этом стадо возглавляет взрослая опытная самка самцы предпочитают вести обособленный образ жизни и к стаду они примыкают с началом периода размножения случае сильных холодов а особенно в сильные морозы немногочисленные группы стараются объединиться между собой что помогает им выживать являясь травоядными млекопитающими зубры выходят на свои пастбища рано утром и вечернее время в течение всего дня зубры отдыхают лежа на солнце и разжевывая жвачку а также ухаживая за своей шерстью весенний период зубров можно увидеть недалеко от источников влаги а летом с наступлением жары животные стараются забраться подальше в глухие чаще недостаток рациона питания побуждает этих животных к миграциям чтобы найти более комфортные условия для обитания они без усталости могут преодолевать огромные расстояния поскольку у них достаточно крепкие ноги а сами животные характеризуются завидной выносливостью они умеют плавать поэтому без проблем преодолевают водные преграды и преодолев все преграды можно и разводить потомство брачный период зубров начинается в конце июля месяца и продолжается до конца октября этот период характеризуется тем что половозрелые самцы устраивают поединки чтобы получить право на самку в этот период взрослые самцы появляются в группах и начинают вытеснять более молодых и неопытных самцов а также ухаживая за самками победитель поединков получает право на медовый месяц самочкой а побежденные дальше к тренировкам самка вынашивает свое потомство на протяжении 9 месяцев через это время на свет появляется один или два зубренка и каждый из этих малышей весит среднем около 25 килограммов появляется он в укромном месте которая его мать выбирает незадолго до этого момента после появления на свет самка вылизывает своего детеныша а уже через пару часов новорожденный встает на ноги и следует за своей матерью да в отличие от многих других лесных видов у зубров детеныш следует за матерью с рождения зубрица никогда не оставляет теленка в укромном месте в лесу как это делают к примеру олени пару дней малыш приходит в себя и после того как он окрепнет мать приходит вместе с ним стадо зубрёнок остается с матерью около года а иногда и дольше дети узнают своих родителей по запаху где-то через месяц после появления на свет потомство начинает привыкать к растительной пищи при этом оно кормится молоком своей матери на протяжении целого года потомство может находиться в условиях стада до 4-летнего возраста после чего самцы отделяются от стада и формируют отдельные немногочисленные группы зубры очень медленно растут самки становятся полностью развитыми к 7 годам а самцы к 10 однако в 20 лет организм особей уже сильно измотан и они считаются старыми самцы живут среднем 20 лет и рекордом среди них является зубр проживший 23 года у самок с долголетием дела обстоят лучше они способны дожить до 30 хотя естественных врагов у зубра немного в основном это волки и медведи естественно что наиболее беззащитными против хищников являются молодые старые и больные особи здоровые самки и самцы могут постоять за себя дав отпор любому из хищников наиболее часто хищники которые охотятся группами нападают на самцов которые ведут обособленный образ жизни это волки которые имеют преимущество благодаря численности и навыкам групповой охоты на животных а если зубров стада в случае нападений хищников зубры образуют кольцо в центре которого располагаются самые уязвимые члены всей группы и волки только могут клацать зубами по которым можно здорово получить но пришли ближайшие родственники зубров из северо-американского континента американские бизоны зубры и бизоны очень близкие родственники поэтому скудевший генофонд вымирающих европейских зубров лихо разбавила американская бизонская кровь дело пошло на лад всех этих гибридов стали выпускать обратно в природу где они продолжили свою великую миссию по восстановлению численности вида уже самостоятельно зубра бизоны оказались вполне выносливыми и сильными спустя несколько поколений таких манипуляций полукровки уже и не отличались внешне от обычных европейских зубров в 2013 году в мире уже насчитывалось 5249 особей из которых 1623 животных проживала в неволе а 3626 в полусвободном и свободном состоянии в начале 2020 года в мире насчитывается 8461 особь зубров наибольшее количество зубров в мире содержится в польше белоруссии россии и германии кстати говоря американским бизонам тоже досталось около двух столетий назад бизоном угрожало полное истребление во времена колонизации америки на континенте жили неисчислимые стада бизонов поселенцы с европы решили исправить это и начали уничтожать животных не сколько ради пропитания сколько ради забавы бизоны уничтожались для того чтобы лишить пищи местное население также из костей животных производили удобрения и черную краску а разведение домашнего скота фермерских хозяйствах требовало площадей для пастбищ и выращивания сельскохозяйственных культур поэтому фермеры отгоняя бизонов со своих территорий просто уничтожали их строительство трансконтинентальной железной магистрали в 60-х годах девятнадцатого века потребовало большого количества продуктов питания для рабочих заполучив от переселенцев огнестрельное оружие индейцы стали охотиться на буфало чтобы продавать торговцам шкуру и мясо животных дошло до того что от убитых бизонов вырезали языки от уши оставалось гнить под открытым небом люди настолько увлеклись что в девятнадцатом веке на континенте осталось 835 голов из 600 миллионов надо заметить что вовремя спохватились и взяли американских бизонов под охрану в 1905 году когда основалась первая американская организация по спасению буффало спасение бизоны нашли в еллоустонском национальном парке выжившие особи начали размножаться и постепенно численность вида увеличилась хотя до прежней цифры еще очень далеко но они смогли помочь своим братьям по несчастью по другую сторону океана и хотелось бы помечтать что придет время когда можно будет сказать что зубрам и бизонам уже не грозит вымирание их величественные стада будут пастись на нашей планете смотрим слушаем записываем подписываемся не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями это очень помогает продвижению с вами был канал планета земля и Продолжение следует...